План мероприятий по развитию системы образования подписали во Владивостоке глава города Константин Шестаков и ректор Академии Минпросвещения России Павел Кузьмин. Для педагогов и управленческих команд муниципальных школ проведут уникальное обучение, нацеленное на повышение квалификации и выработку новых, современных и эффективных методов работы в сегменте среднего образования. Прямо сюда прибыл большой десант Академии Минпросвещения, главного координатора. Это металлургическая работа по всей стране и наши педагогические коллективы, управленческие кадры получат уникальную возможность, они не из первых в стране, прокачать свои знания и навыки, ну и сделать нашу школу лучше. Участниками обучения станут 243 педагога, в том числе учителя математики, физики, химии и биологии, а также представители школьного управления, директора завучи. Курс будет проводиться с 23 по 28 января, после чего учителя и управленцы защитят свои проекты. Во-первых, я очень благодарен руководству города Владивостока за то, что выступили с инициативой проведения такого курса. Курс вообще уникальный. Мы впервые в Российской Федерации сделали для крупного города отдельную программу для подготовки управленцев и для подготовки учителей по самым современным направлениям развития системы образования. И мы действительно видим, что Владивосток за последние годы очень серьезно движется, например, развитие системы, создание такой развивающей среды для каждого ребенка, учета интересов каждого ребенка, учета интересов семьи. И нам было очень интересно посотрудничать вот так вот и сделать такую уникальную программу повышения квалификации. Напомним, на сессии ВЭФ-2022, кто воспитывает новых людей для будущей экономики, Павел Кузьмин предложил вести практику подготовки управленческих команд, которые будут состоять из сильных педагогов-управленцев. Первый заместитель главы Владивостока Сергей Дмитриенко выдвинул инициативу сделать столицу Приморья экспериментальной площадкой для такого обучения. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Новости на Восьмом.